У перепелок температура тела выше на 1 градус, чем, к примеру, у куриных пород. И из-за этого у них, из-за этой повышенной температуры крови 42 градуса, а у кур 41 градус. И это защищает перепелку от инфекционных началов, то есть от микробов и вирусов. Они не выдерживают в этом все организме. Все начала болезнетворные, конечно, переходят через кровь, проходят в крови. И поэтому они не выдерживают этого и погибают. Есть несколько заболеваний, которые могут развиваться. Это колебактериоз или колесептицемия. Есть сведения о том, что инфекционный бронхит кур. Есть вопросы инфекционных синуситов. Ну и некоторые фермы и фабрики перепелиные проводят защиту против болезней. Не указала специфическую. То бишь делают вакцинации. У нас в стране в последние годы завезено очень много разных яичных и мясных пород кур. Очень высокопроизводительные кроссы, которые не кусут много яиц. Допустим, Ломан, Браун и другие. Потом есть завезены тяжелые мясные кроссы, которые выращиваются за 40 дней. Допустим, за 38 дней выращивания мясные кроссы. Это бройлеры, которые имеют вес 2,5 килограмма. Это очень. Но эти куры высокопродуктивные, они требуют к себе, допустим. Я работал на птицефабрике, в которой мы получали цыплят из-за границы. И здесь проводили им, пока они занесутся, до 13 прививок. Допустим, по 6-5 болезням. Потому что они очень нежные были. И к ним все цеплялось. И уже привозили оттуда. Они уже все, вся Европа этими болезнями поражена. Поэтому они все на вакцинах сидели. А от перепелки в последнее время только начало что-то... Ну, видать, адаптируется микрофлора определенная. И, по всей видимости, возможно, мы когда-то пройдем к тому, что придется и перепелку прививать. Есть уже фермы в России, которые прививают. Ну, прежде всего, от инфекционного бронхита, кур, есть такая болезнь. И болезнь указ. Хотя, в принципе, они не болели еще. Инфекционный бронхит влияет на... Может никаких не быть ни чиханий, ни хрипоты, никаких изменений внутри, кроме яичника. Понимаете? Там просто они будут пустые. И что именно бронхит инфекционный, это болезнь, его начало или вирус, да, он действует на репродуктивные органы. В первую очередь. И перепелок этой курей и все. И это ничего не заметно. Вот люди, которые начали прививать против инфекционного бронхита, у них повысилась яйцекладка. Потому что этот вирус, ну, вакцина действует, защищает его, да. И репродуктивные органы, то бишь яичники, они, ну, не болеют.